Челябинск в деталях Сегодня я и мои коллеги познакомим вас с основными событиями дня Дорожные войны перевозчиков Почему недобросовестные водители продолжают безнаказанно курсировать по городу? Недетские проблемы детской кардиологии Сегодня в Челябинске собрались ведущие специалисты со всей страны, а также из Германии и Кювейта Твори добро! Профессор одного из челябинских вузов разработал уникальную методику оценки человека по хорошим поступкам Сильная снаружи, нежная внутри Она может протащить БТР и расплакаться над индийскими фильмами О любви, спорте и мечтах в рубрике «Люди большого города» Марина Кигелева-Броня И все-таки это взятка директору 31 лицея Александру Попову предъявили обвинение Статей сразу две казенным языком протокола Они звучат как покушение на мошенничество и покушение на посредничество в передаче взятки Теперь директору 31 лицея предстоит ознакомиться с материалами дела И если прокурор утвердит обвинительное заключение, дело направят в суд Что интересно, уголовное производство в отношении второго героя директора 93-й гимназии прекращено В действиях Галины Щербаковой следственный комитет не нашел состава преступления Дорожные войны перевозчиков по статистике половина всех маршрутных такси до нужной остановки челябинцев довозят нелегально все чаще Частники незаконно встают на тот или иной маршрут Почему недобросовестные водители продолжают безнаказанно курсировать по городу И когда мигрантов за рулем обяжут пересдавать на права Подробности в сюжете Сегодня фраза «остановите на остановке» звучит примерно в трех тысячах маршрутных такси Лишь половина из них курсирует по городу легально, имея договор Исправить ситуацию чиновники решили в прошлом году, объявив конкурс на обслуживание отдельных маршрутов среди перевозчиков Закрепить перевозчиков за маршрутами, где четко прописано, каким подвижным составом должен работать перевозчик Автобусы какой вместимости должны использоваться на маршрутах Какой интервал движения должен быть обеспечен Правда, пока транспортники столкнулись лишь с проблемой недобросовестных водителей И тут же окрестили их черными перевозчиками Кстати, кроме дорожных войн за маршрут, по словам специалистов, такая нездоровая конкуренция не лучшим образом сказывается на безопасности самих пассажиров Погони за клиентом, погони за рублем Устраивание гонок, как все прекрасно знают Отсюда и безопасность То есть ее практически нет Еще одной проблемой эксперты называют переоформление водительских прав мигрантов По закону поменять их гости из Средней Азии смогут лишь получив гражданство России Правда, когда этот самый закон вступит в силу, опять же не ясно Здесь вопрос сейчас стоит о тех людях, которые имеют временное разрешение на работу То есть, скажем, на год Как с ними быть? Что они должны сделать? На какой срок они получат водительское удостоверение? Вот этой процедуры и вот эта основная проблема сейчас замены водительского удостоверения для этих лиц Ее нет Основная проблема в организации пассажирских перевозок Это отсутствие регуляторов этого рынка Раз, четкой, слаженной нормативной и законодательной базы на федеральном уровне Это два Отсутствие нормативных актов временно отодвинуло беспокойство мигрантов О пересдаче ПДД с 5 ноября на май следующего года А вот уже с 1 января 2014-го будет введена норма для работодателей По ней последний обязан устраивать человека только по той профессии, которая указана в разрешении на работу Мила Янкина, Виктор Васильев, СТС, Челябинск Недетские проблемы детской кардиологии Сегодня в Челябинске собрались ведущие специалисты со всей страны, а также Германии и Кувейта О чем говорили в федеральном кардиоцентре и почему срочные операции специалисты делать могут, но не всегда успевают Александра Мыльникова расскажет Детское отделение на 17 коек собственной службы реанимации в Челябинском кардиоцентре в год делают более 400 операций А потому и коллегам из других регионов и стран есть что рассказать и показать В одном проблема – обслуживает центр не только Челябинскую, но и Курганскую область, Царинбуржской А оттуда сложно доставить малышей, операция которым требуется уже в первые дни жизни Санавиация – вопрос далекого будущего Окончательно, я думаю, мы все эти проблемы решим именно после того, как будет запущен федеральный перинатальный центр Решение о строительстве которого уже принято Он будет находиться в непосредственной близости от нашего федерального центра И вот это будет окончательное решение, на мой взгляд, всех тех проблем с транспортировкой, ранней диагностикой Впрочем, 400 челябинских операций – лишь часть того, что происходит в детской кардиологии на территории всей России Каждый год в стране рождается 15-20 тысяч малышей, которым нужна срочная помощь Врачи говорят, нередко дети попадают к ним с уже запущенной формой заболеваний Без возможности детей оперировать именно там, где они родились Можно привести структуру к неправильному течению в дальнейшем И детей придется с такой грубой патологией перевозить по всей стране Кардиологи говорят, решить проблему поможет общероссийская база данных Специалисты точно будут знать, сколько детей нуждается в помощи И в какую сторону следует развиваться самим Маленький подвиг людей в белых халатах Сегодня десятки врачей и медсестер сдали кровь, не отходя от рабочего места За происходящим наблюдал наш корреспондент Они, пожалуй, как никто другой, понимают, насколько важны даже минуты для нуждающихся в помощи пациентов А потому без лишних уговоров сотрудники больницы скорой помощи пришли сдать кровь Мы, естественно, сотрудники в первых рядах доноров То есть они сдали кровь, опять стали к операционному столу продолжать дальше работать То есть это маленький подвиг, который никто не видит, никто не слышит, но мы это понимаем, что это стоит людям Впрочем, сами доноры подвигом это не считают Даже если и сдают кровь, уже на постоянной основе предпочитают отшучиваться Не первый, уже шестой Мне это нравится, обалдеть, да? Как-то помогать просто людям надо Не хватает доноров То, что доноров крови не хватает, известно давно А потому сотрудники областной станции переливания крови каждый день в командировках То в область едут, то на крупные мероприятия В самых ближайших планах приобщить к донорству молодое поколение В нескольких вузах готовятся большие акции по сдаче крови Инна Мельникова, Юлия Анфалова, Александр Андреев, Шагов, СТС, Челябинск Пятница, 13-е, время принимать поздравления Челябинск сегодня отмечает 277-й день рождения Впрочем, для удобства горожан все торжества проходят не в день, указанный в паспорте А в ближайшие выходные, до и после именин Челябинск появляется на реке Миас в 1736 году Как сторожевая крепость на пути из-за Уралья в Оренбург До строительства Транссиба в конце 19 века остается небольшим провинциальным городом Но с железной дорогой в Челябинск приходят капиталы и несколько тысяч новоиспеченных горожан Переселенческий пункт считается лучшим в России Сюда специально приезжает премьер-министр Петр Столыпин Вторая крупная встряска для южноуральской столицы – Вторая мировая война В город эвакуируют десятки предприятий и их сотрудников с семьями С 1976 года Челябинск – город-миллионник, каким он и остается до сих пор Методика счастья как способ воспитания личности Профессор одного из челябинских университетов разработал уникальный способ оценки человека По количеству его хороших поступков Как и где может применяться эта методика и что послужило толчком для начала работы Узнал наш корреспондент Любовь к преподаванию Сергей Григорьевич получил в буквальном смысле по наследству Свою историю профессии учителя в его семье ведет еще с царских времен Сначала прапрадед, потом его дочери, наконец бабушка, доктора педагогических наук Несли в массы доброе и вечное Может именно поэтому проблемы современного российского образования не оставили его равнодушным Проблема оценивания в образовании Это одна из проблем, которую можно считать белым пятном То есть мы до сих пор не научились правильно, объективизировано, адекватно Оценивать те или иные образовательные объекты И особенно что касается образованности и социализованности детей И если система оценивания знаний все-таки подверглась изменениям То социализация детей была неоправданно забыта Эта проблема и стала главной темой уникальной методики Основная ее задача сформировать положительную личность Еще со школьной скамьи При этом оценивать друг друга должны сами дети Распределяя характеристики для каждого одноклассника Эта методика позволяет как раз измерить социальные компетенции Зафиксировать точку даже или подъема вверх в сторону позитивного Или сползания к озлу Вот это для нас очень важно Потому что тогда можно своевременно принять какие-то меры С помощью методики преподаватель сможет выявить лидеров в коллективе А также и тех, кому еще стоит поработать над собой При этом, как отмечает сам создатель Роль родителей здесь тоже немаловажна Впрочем, школа далеко не единственное место Где уникальная методика может быть полезна Коммерческие и государственные организации Также могут взять ее на вооружение Анастасия Мельникова, Георгий Крысанков, СТС, Челябинск Путь ноги и кулака в Челябинский данстарт Первому дню масштабного турнира Патхэквондо Спортсмены, приехавшие со всего мира на соревнования Россия Оупен Уже вступили в борьбу за первые медали А наш корреспондент Иван Гончаров Проникся атмосферой фестиваля боевого искусства Решили не затягивать Тхэквондисты в первый же день разыграли первый медальный комплект турнира Еще до церемонии открытия присутствующие смогли увидеть бои в весе 68 килограмм Сами же тхэквондисты признаются Официального старта турнира ждут не меньше, чем зрители Тем более, что в отличие от последних Спортсмены побывали на генеральной репетиции Очень масса выступлений у нас будут Ребята у нас маленькие выступают Маленькие тхэквондисты там будет около 180 человек Все 8 кордов будут заняты Потом много танцоров будут Петь будут Очень хорошо, мне очень понравилось, как будут исполнять гимн Шоу на открытии, правда, обещают масштабное Воздушные гимнасты, хор и почти 800 человек, задействованных на сцене Станут одним из главных событий второго дня соревнований В первый же все, как и полагается, знакомятся друг с другом Тем более, что гостей на Россия Оупен хватает В Челябинск приехало тысяча спортсменов из 28 стран Мы уже второй раз в Челябинске Наша делегация приезжала два года назад И мы знаем, как здесь тепло к нам относятся И зрители, и волонтеры, и организаторы Мы надеемся, что вместе с атмосферой праздника Мы отсюда увезем и медали Пока взрослые тхэквондисты борются за медали И международный рейтинг Любители боев помладше постигают науку восточного искусства На первом этаже работает настоящая тренировочная база В парке тхэквондо малышей учат, как правильно тренироваться А подростков, как ставить удар Правда, главное здесь объяснить детям, что такое тхэквондо на понятном для них языке Это очень интересно, потому что это ты можешь Это не просто так Это для тебя, для самого тебя Спорт Это спорт, который дает силу Ну, это просто, это весело Самое главное веселье для зрителей начнется уже скоро, обещают организаторы турнира Каждый вечер среди лучших тхэквондистов будут разыгрываться комплекты медалей И здесь спортсменам будет не до шуток Все-таки сам турнир по праву считается одним из самых важных предолимпийских стартов сезона Иван Гончаров, Петр Сафонов, СТС, Челябинск Челябинским актерам надавали по рукам В кукольном театре прошла премия «Большая рука» Сами виновники торжества в шутку называют ее престижно-местечковой Так ли это, выясняла Мила Янкина А также хочу поблагодарить весь коллектив театра за то, что вы меня взрастили, вырастили и докатили меня до этой ручки Татьяну коллектив театра довел до ручки не простой, а золотой награду именно в этой номинации За четыре года существования премии она получает впервые Режиссер по образованию знает размеры каждого актера наизусть Уже 16 лет женщина отвечает за их внешний вид Есть живой план, есть не живой план То есть если работают актеры живым планом, то есть они выходят на сцену конкретно То тогда, естественно, я шью костюмы Естественно, тогда работаю я конкретно Помимо этого еще декорация А помимо этого еще, когда девочкам нужно сложные костюмы на кукол То выкройки и все такое делаю я В этом году в коллективе театра пополнения Сразу пять выпускников Института искусств сменили студенческие подмостки на профессиональные Очень замечательно, коллектив потрясающий Это одна большая семья, театр, это наш дом Здесь все друг друга любят, уважают и друг другу помогают Кстати, подают здесь не только руку помощи В этот вечер заслуженные награды актеры получили сразу в нескольких номинациях Среди них лучшая женская роль рука девица, мужская рук мистер И даже водящая рука лучшему руководителю подразделения Был специальный приз, не скажу какой Но мы очень долго думаем, у нашей коллегиальности все решается И мы решили отложить его до следующей руки, до юбилейной Там уже мы будем думать, я думаю, что на юбилейной руке мы маленько расширим наши номинации Награду в какой номинации премии «Большая рука» актеры театра кукол получат лично в руки И челябинские зрители смогут узнать ровно через год Мила Янкина, Олег Салпанов, СТС, Челябинск Она может протащить комбайн или БТР, а может до глубины души восхищаться индийскими мелодрамами Ее можно увидеть в образе настоящего богатыря, в спортивной форме, а можно в образе обворожительной красавицы Стронгвумен Марина Кигелева по прозвищу «Броня» такая разная и такая сильная В нашей рубрике «Люди большого города» о железном характере, мечтах и любви От Натальи Хованских и Лекс Александра Андреева-Шагова 12 часов дня Марина проснулась за пару минут до нашего прихода Но нисколько не озадачена традиционными женскими проблемами Как я выгляжу? Я нормально стою утром, с хорошим настроением всегда Потому что себя настраиваю С утра, ну сегодня так у меня был маленечко разгруженный день Я ждала вас, что вы приедете в 12 Я говорю, ну посплю я сегодня немножечко И вот, как видите, я вас встретила хорошо, наливаю вам чайок Пить чай исключительно на балконе И березки в окно видно, да и, честно говоря, столом Хозяйка пока не обзавелась Зато купила квартиру всего пару месяцев назад И сейчас пребывает традиционным для новоселов состояние эйфории Всех так и начинают жить Так, как мы Сплю я на полу пока месяц Вопреки всем стереотипам, в детстве она не обижала одноклассников Доставалась, конечно, иногда, но все было по справедливости Говорит, девчонок защищала Но про то, что Кигелеву боялись, ей до сих пор пишут в соцсетях Оно и понятно, хрупкой и беззащитной она никогда не была Обычно девочки идут в бальные танцы А я вот пошла в силу экстрим Ну, конечно, я не балерина И никогда я не была Не знаю, как-то вот Необычно так получилось Поворот такой в моей жизни У меня часто бывает, что раз повернулся я И я себе спрашиваю А что я не могу быть спортсменкой? А что я не могу стать самой сильной женщиной России? Это вам не коня на скаку остановить А гораздо круче Вернее, тяжелее Такое, казалось бы, не женское увлечение Для Марины с прозвищем Броня Один из лихих поворотов жизни Я в детстве всегда мечтала выйти замуж Почему-то Хотела родить ребенка Я никогда не думала, что я буду заниматься таким спортом Силовым экстримом Это для меня новое направление в моей жизни И оно мне нравится Но Моя мечта половины сбылась И я вышла замуж Удачно Я так надеюсь Это желание одно из многих, которое уже сбылось В ее жизни очень многое изменилось за последние годы Марина уверена Все благодаря железному характеру Первым я работала вообще Я работала дояркой В деревне жила Мы жили плохо очень Вот Но Когда я уехала в город Нижневольский И поступила учиться Я работала в кафе Мыла полы Для меня это было не стыдно Как бы и стыдно, и не стыдно Но это мои деньги Это мой заработок был Она работала поваром Продавала фрукты Ухаживала за детьми в больнице Служила в армии И была охранником И никогда не боялась менять города Сейчас Марина Кигелева Осела в Челябинске Тренирует детей И работает в одной из известных компаний города А дома все так же, как и 15 лет назад Увлеченный переживает За героев индийских фильмов Говорит, вот где настоящая любовь В реальной жизни Такое вряд ли встретишь У нас так не бывает Это бывает только в фильмах Может быть, есть один какой-то процент Но я все-таки и мечтала И мои мечты сбываются У меня появился мой любимый человечек Это мой муж С которым мне хорошо Которого я очень сильно люблю И он исполняет все мои желания У меня понимается Какое-то настроение Я всегда слушаю И в машине, и дома смотрю И где-то если я слышу Я обязательно скажу Стоп, пусть играет эта музыка Потому что у меня сразу поднимается настроение Значит, у меня все тело начинается двигаться Я вся вот такая Что энергичная Не знаю, как-то Индия Она меня с детства заводит Танцевать так танцевать Недавно Струнгвумен Марина Увлеклась танцами И, говорит, прекрасно чувствует себя в этой роли Мне нравится Что я стала худеть Что я вот Прям двигаюсь Так очень красиво Что я могу теперь Прийти в любое заведение Выйти с мужчиной И я Или я Ну или даже я одна И я смогу это Ну как бы Станцевать красиво Мой тренер Александр Сильно говорит Ты очень хорошо двигаешься Ты очень такая смешная У меня Александр очень маленький Поддержки делаю я Еще одно желание Попробовать себя в роли актрисы кино Заявление амбициозное Но самая сильная женщина России Уверена Ей и это вполне по силам На этом у меня все В студии работала Юлия Анфалова Удачи и увидимся на СТС Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому